Первый тайм ничем особо примечательным не отметился. Игра шла в основном на подступы к воротам. Некоторое преимущество про Копчан все же было и даже пару раз пришлось потрудиться нашему вратарю Владимиру Кожекину, но не более. Сначала он эффектно на выходе сработал после подачи углового шахтером, а еще на 26-й минуте они били штрафной, но и здесь в галке Персуэка был начеку. Активность номинальных хозяев была чуть меньше. Был хороший прострел на 20-й минуте поперек от Дениса Гришанкова, но вот замкнуть его никто не смог. Еще был гол от того же Гришанкова на 41-й, но боковой судья Владимир Лапкин зафиксировал положение вне игры. И вот после безголевого первого тайма команды обменялись забитыми мячами в середине второй половины. Сначала Заря Суек на 52-й минуте вышла вперед. Отбившись от атаки про Копчан, Заринцы организовали свою, в которой поучаствовали Денис Мамаев, Степан Подольский, Сергей Пуртов, а завершил ее поборовшись во вратарской с бывшими одноклубниками Денис Платоненко. Через 6 минут он же мог увеличить счет, но мяч прошел рядом со штангой. И все-таки на 72-й минуте один из лучших бомбардиров нынешнего чемпионата, Степан Абрамян, счет сравнял. Гол также получился в результате контратаки левым флангом. Был там и рикошет от Николая Нечаева, но авторство гола было записано все же игроком-шактером. По занавесу матча великолепный шанс вырвать победу упустил Егор Седых. Наш игрок, похоже, слишком поторопился с ударом сходу и загубил прекрасный момент. А вот шахтер гол забил, но который не был засчитан из-за явного положения вне игры. Теперь в оставшихся двух турах Заре Суэк и шахтеру предстоит борьба за серебро уже в заочном формате. У Прокопчан две игры с воспитанниками УОР и с новоявленным чемпионом команды Распадской угольной компании. А суэковцы уже в эту субботу будут принимать новокузнечан, а заканчивать сезон матчем в Кемерове с Кузбасс, с Шор. Галина Ленальд, Александр Иванов, Лениск ТВ.